Борис, Салам алейкум, это гора Кызбурун, республика Кабардино-Балкария, населенный пункт Исламей. Кремниевая форма жизни, большой был человек, однако. Разумеется, Борис шутит. Посмотрите, это словно извоение какого-то инопланетянина. В психиатрии есть такой диагноз, когда люди смотрят на всякие предметы и хаотические изображения и находят в них какие-то образы. А также есть версия, что божественные сущности, управляющие материей, могут создавать образы, тексты, руны и многие другие графические изображения в геоглифах, на природных явлениях и даже в протуберанцах солнца. Поэтому искать и распознавать эти образы не признак сумасшествия, как нам хочет преподнести социум, а на самом деле проявление божественных способностей. Поэтому люди, не обладающие этим, не способны воспринять эти образы и бесятся, когда о таком слышат. Написала Анна. Здравствуйте, немного про эффект Манделлы. Стала замечать, что кто-то издевается над моими старыми любимыми книгами. Вот последний пример. С детства обожаю Есенина. Недавно моему сыну достала свою старенькую детскую книжку со стихами, по которой я в детстве учила стихи. Вот начали читать стихотворение Пороша. А там другой текст. Я не поверила глазам, ведь я прекрасно помню, что было совсем не так. После долгого недоумевания откопала в интернете фото той книги того же года и издательства. И, о чудо, там все правильно. А в моей домашней книге уже не так. Фото прилагаю, моя книга и книга с интернета. Доводов можно привести много. Сознание с нами может шутить, память подводить и так далее. Но я сам много раз был ошарашен этим эффектом. Например, я точно помню, практически все карты мира в моем детстве были с ледяными шапками на полюсах. Теперь их нигде не стало. На старых картах. И это подтверждают многие, доставая свои карты из-за кромов. К примеру, у меня есть друг с фамилией Шарапов. Я совершенно железобетонно уверен, что фраза из «Место встречи изменить нельзя» звучала «Ну и рожа у тебя Шарапов». А теперь она звучит «Ох и рожа у тебя, Володь, ох и рожа». Кстати, я звонил своему другу и рассказал об этом, он тоже был в шоке. Еще надо заметить, что эффект Манделла набрал обороты к 2018 году, а потом практически прекратился. Ну и какие есть предположения, что же случилось с корректировкой нашей реальности? Либо кто-то сверху пресек вмешательство, либо на этом злоумышленники остановились. Я уверен, что вряд ли бы они остановились, возможно, испугались, например, стерли такое, что нанесло непоправимый урон. Наверное, можно было бы провести предметную аналогию между испытаниями с изменениями реальности и гонкой вооружений между США и СССР, когда стороны ужаснулись, к чему это все привело. Так что кое-какие выводы все-таки уже можно сделать предположения, по крайней мере. Кстати, тут вышел фильм «Эффект Манделлы сделали американцы» в 2019 году. Ну, мне показался даже интересный. Ну, конечно, тема не раскрыта. Можно было бы целый сериал, наверное, сделать на эту тему. Итак, пишет Денис Один. Кстати, девушки, имейте в виду. Читая, один из журналов для элит обнаружил интересную статью о молекулярном генераторе тепловой энергии. КПД установки больше 100%. С учетом коммерциализации для элит можно, а для простого люда нет. Откуда энергия пришла, не знают. Или автор умалчивает, чтобы не дразнить глобальное управление, называя это малоизученные физические процессы. Но главное, все запатентовали. Сам я об этом явлении уже слышал давно, но люди, которые об этом говорили, предлагали миру это бесплатно. Глобальное управление этого не потерпит. И вот вам условно-официальное подтверждение. Скорее всего, технологию слезали у таких первооткрывателей и поставили на коммерцию. Что я по этому поводу думаю? Ну бывает такое, в журналах напишут или по телевизору покажут. Потом спохватятся, кому надо там смотрящие, по шапке надают, все дело затихло. А может и правда, люди простые посмотрели на установку, работает, почему бы не написать. Тем более, что патент есть, значит разрешено. Такие вещи я уже в артефактах показывал. Видео прислал Андрей из Краматорска, Украина. Ссылку на него найдете под видео. Здравствуйте, Валерий. Это видеокомментарий под ваш ролик по обработке камня. Испытав рецепты из книги «Справочник кустаря», о которой было сказано в одном из предыдущих видео, Андрей установил, что рецепты не полные. Книга прошла редакцию, некоторая информация искажена. Он демонстрирует черный, серый и белый мрамор, который имеет такую же прочность, какая используется в античной архитектуре. И все это достигается без обжига, как это делается с кирпичом. Материал полируется, особенно интересные рецепты, в которых используются дешевые и доступные материалы. Используя разные накопители, от мраморной крошки до подручных материалов, можно добиваться самых разнообразных видов искусственного камня, который ничем не отличается от натурального. Также можно делать, а точнее отливать античные фигуры и элементы декора, что и делали наши предки. Какая была мотивация у историков, чтобы выдать технологию отливки прошлых веков за обработку камня ручными инструментами, я теряюсь в догадках. Но определенно это сделано было не просто так. Я спросил у своего соратника Павла, он строитель, по практичности использования такого камня. Он ответил, что каждый такой рецепт необходимо годами доводить до ума, потому что неизвестно, как поведет каждый из них в различных условиях при разной нагрузке, при перепадах температуры, влажности и так далее. А перепады у нас тут очень даже ничего. Разумеется, в этом он безусловно прав, если такие камни делать на продажу. Это налагает определенные обязанности, ответственность. Но если применять для своих нужд, то кто вам что скажет. Доведете за несколько лет материалы до совершенства и можете продавать, если, конечно, вас не прикроет какой-нибудь надзирающий орган, у которых есть длинные списки запрещенных видов деятельности. Максим Строгин. Я обратил внимание на конструкцию из металла и стекла. В целом есть сходство с выставочным павильоном в Париже, которого уже давно нет. Ты про него рассказывал в своих видосах. Плюс клепки в металле. Одна к одной. Ты тоже эту тему затрагивал. И по центру наверху шпиль может быть усилителем сигнала, входящего и исходящего. Возможно, для тех, кто может сознанием перемещаться в пространстве или как-то на ментальном уровне. Ты про это говорил в техномагических технологиях. Интересно, Максим заметил, я бы вот ни в жизни заметил про эти клепки, хотя про них уже столько знаем, да? Кайфующие, возможно, как раз могут являться объектом воздействия. Эти павильоны, скорее всего, строились уже после заселения европейцами Америки, поэтому вряд ли там может быть какая-то техномагия, хотя почему бы и нет. Как-то же память населению Америки в 19 веке затирали. Написал Рысь. Рязань на какой отметке старик? В центре Рязани на улице Краснорядская, дом 2, есть торговые ряды. Сейчас они под реконструкцией. Мне удалось сделать несколько фото. Подборка фотографий дает представление, где была Рязанская. Она была под землей. Видим арки, своды, все засыпано. Вот здесь мы видим белокаменные блоки. А на этом фото в основании фундамента подвала интересная деревянная балка, возможно перемычка над проемом. Фото подвал. Видим, что ниже пола подвала уходит в землю кладка. Сколько же там еще этажей? Предлагаю рязанцам развивать тему старины в Рязани. До потопной старины имеется в виду. С уважением, Рысь. Атмосферное электричество башни Бисмарка. На канале летописи истории есть такие вот интересные видео. Получается, что башни Бисмарка это какие-то функциональные строения, строящиеся по всему миру для каких-то определенных целей. Вырабатывается ли там электричество? Передавалась ли энергия? Возможно инфразвуковые технологии? А возможно корректировали какие-то тектонические параметры? Нам это пока неизвестно, но мы задаемся вопросами и на них когда-то появятся ответы. На многих башнях мы видим нечто подобие ротонд. Насчет ротонд есть предположение, что это порталы, что ротонды это устройство межпространственного перемещения, параллельные вселенные, либо сообщения с иными тонкими мирами, с иномирием. Возможно одно из предназначений перемещать души усопших в иномирье, особенно это актуально после грандиозных катаклизмов, чтобы они здесь не скапливались, по многу сразу перемещать. После потери, контроля над землей, порталы были повсеместно закрыты. Есть свидетельства, что некоторые ротонды могли вращаться. И вот по этому поводу есть как раз такое сообщение от Сергея. Добрый день, в общем-то я давно уже заинтересовался церквями, куполами, ротондами, ну и всем прочим, что я как считаю не вписывается в то, что нам всегда говорят об этом. У нас в Ярославле на набережной стоит пять храмов на длине в два километра и пару ротонд на набережной, что согласитесь, вряд ли было построено для того, чтобы люди туда ходили молиться. Так вот, я впервые обнаружил там две ротонды, и на них остались следы движущихся частей. На набережной, как и вы понимаете, все сделано красиво, ну и все замазано, то есть ничего понять нет возможности. А вот эти находки однозначно указывают на то, что стояли там какие-то маховики. Ну и это опять же только мои мысли. И хочу подчеркнуть, что все они сделаны по схеме храмов. Большая часть в центре и четыре по краям. А вот сто процентов был купол. Вот остались только два шара этих. Вот они. Набалдарничек на нем. Сто процентов был купол здесь посредине. А вот это ротонда движущий. Вот с этой стороны движущая часть была. И внутри была движущая часть. Подвижные части из нее удалены. С двух сторон они были. И все у воды. Вот еще одно интересное сообщение от Сергея Хапа из Барселоны. Доброго времени суток, Валерий. Пользуясь случаем, приглашаем вас посетить Барселону. Приглашаем вас в гости. Это водонапорная башня. Дата постройки 1905 года. Все бы ничего, но если бы это рядом не находилась здесь как бы башня-съемник электричества. Или... И вот он, съемник электричества. Вот он, которому лет 150, может 200. Вот сейчас стою в центре странного этого строения. Недалеко от башни. Интересную находку прислала Руся. Дореволюционная Москва. Смотрим внимательно. Ну-ка давайте, замечайте, что тут есть интересного. Что-нибудь замечательное. Вот зима. Руся пишет. Дореволюционная Москва на уникальном видео 1908 года. А дыма-то нету. Блин, я аж заржал. А точно, где дым-то? Во всем городе одна печка и та на заводе. И не факт еще, дым ли это. У нас в теплоцентрале стоят. Это же не дым, пар. Вот это артефакт. Самое интересное, что у нас в сознание даже мысль такая не приходила. Вот наглядный пример того, что мы живем в разных слоях реальности. И новая реальность может проявиться только после того, как на нее кто-то укажет. Она как бы материализуется в нашем сознании. Во-первых, видно, что в Москве не так уж и холодно, хотя и снежно. Но температура в любом случае минусовая, и отапливать помещение было нужно. Река замерзла частично. Во многоэтажках нет выхода дыма или даже пара. Это означает, что обогрев производился не печным отоплением, что очень хорошо согласуется с каминами на атмосферном электричестве, радиационном или каком-либо еще другом виде обогрева. Я уверен, что в дома была также проведена вода и работали туалеты. Еще одна версия. Москва в это время была пустая. А людей, возможно, нагнали для инсценировки наполненности города. То есть те самые постановки, которые мы изобличаем в наших альтернативных видео. Кстати, здесь мы видим очень приличные съемки. Где-то 20 кадров в секунду. Пленка, между прочим, очень хорошо проявлена. Изображение местами тянется, но скорость перемещения людей в кадре очень прямолинейная. Такое равномерное подключение бобины можно было произвести только при помощи качественного оборудования. То есть механический и электрический аппарат был сделан на достаточно высокотехнологическом уровне. Одна моя знакомая написала, что ее мама в свою бытность любила смотреть передачу «Очевидные и невероятные». К сожалению, ту передачу закрыли, но на ее счастье открыли новую. Правда, в интернете смотреть не очень удобно и называется она теперь «Артефакты от подписчиков». Так что по праву эта передача ваша. Присылайте свои артефакты. Не забывайте присылать подтверждающие материалы для этого. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok